МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Вы смотрите «Идеальный ремонт», который мы собираемся сделать в обычной квартире на первом этаже типовой хрущевки. Давайте сначала посмотрим, с какими сложностями нам придется столкнуться. И главное, познакомимся с героями, чтобы узнать, чего же они хотят. Ну, здравствуйте, семья Гуковых! Здравствуйте! Значит, вот так вот вы живете. Катя, ну что-то мне кажется, не очень жилой вид-то. Решили на дачу переехать, потому что... Ну, сами видите. Да вижу, вижу. Эта комната знала лучшие времена. За одной стеночки потрогаю. Комната знала лучшие времена, но ничего не страшно, с этим мы справимся. А скажите мне, кто здесь вот будет жить? Постоянно жить мы будем? Сын? Егор? Я. И мои родители очень часто нас навещают. Где-то на белом свете, а точнее в Москве, в обычной пятиэтажке, живет Катя Мельник со своим сыном Егором. По профессии Катя юрист, но в офисе усидеть ей трудно. Она любит танцевать, петь, заниматься домом и собирать большие компании, друзей и родственников. К ней очень часто приезжают в гости мама и папа, Сергей и Надежда Гуковы. Они, между прочим, бывшие стиляги, а сейчас любители дачных грядок. Надежда даже двор дома превратила в сад, за что и благодарны все соседи. Но вот с ремонтом Катя и ее родители справиться не могут. Планов много, но как их осуществить? Мы постараемся им помочь. В этой комнате собирается много гостей, родственников. У нас очень много друзей, родственников. У нас родственников вообще очень много. И, соответственно, день рождения, там всякие праздники. Мы хотим, чтобы у нас был большой стол, чтобы мы могли все сесть за него, как бы посидеть, компании, родственники, пообщаться. И чтобы мы друг друга видели. И не бегать с комнаты, с кухни, сюда-сюда. Интересно, хорошо. А вы что хотите, Сергей? По просторнее, чтобы было. Слушай, а что ты хочешь? Скажи мне. Для игрушек черепашек ниндзя. Главное, чтобы были черепашки ниндзя. Значит, мы свободный выборик стиля для вашего интерьера. Или у вас все-таки есть какие-то пожелания? Мы вообще в стилях-то не очень разбираемся. А если что-то, что вас объединяет, что вам всем нравится, всей семье? Ну, нравятся нам многие старые фильмы, там, шестидесяток, например, «Кокраска и пленница». «Кокраска и пленница». Отлично, это уже весело. Это такие буги-буги. Как бы мы с шестидесяток. Вы с шестидесяток. Вы с шестидесяток. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся обоих медведей, вертится земля. Земля вертится, а мы начинаем ремонт. Оцениваем параметр квартиры. Площадь кухни – пять с половиной квадратных метров. К ней примыкает большая комната. Ее площадь – девятнадцать метров. Это кирпичная хрущевка. Последний ремонт был в восьмидесятом году. Хозяева – веселые люди. Они обожают комедии «Гайдая». Эти фильмы снимались в шестидесятые и семидесятые годы. Так что вдохновение будем черпать в этом периоде. Мы отправляемся в архитектурное бюро Первого канала, чтобы обсудить проект. Для работы над этим проектом я пригласила опытного архитектора Илью Рыкова. Добрый день. Дряхики. И звезду, знаменитую красавицу, героиню комедии «Гайдая», заслуженную артистку России Нину Маслову. Простите, ваше имя и отчество? Марфа Васильевна я. Чудесно. Очаровательно. Марфа Васильевна. Здравствуйте. У нас такая история. У нас веселая и задорная семья. Да. Главная героиня – молодая женщина. Мы будем делать ей комнату. И хочется сделать ее какой-то веселой. Веселой. Вот в каком стиле лучше всего бы это подошло? Мне пришла в голову мысль, давайте, может быть, поэкспериментируем и что-нибудь возьмем в 60-е, 70-е. Мне кажется, этот стиль будет очень интересен. Господи, как красиво. Правда? Мне тоже очень нравится. Но я вот думаю, Нина, а понравится ли нашей молодой героине? Все-таки она реально молодая. Такой стиль, в котором есть оттенок ретро. Так, даже не сомневайтесь, потому что такое буйство красок молодым как может не понравиться. И тем более, если радость души – это и родителям понравится, и им понравится, без сомнений. Нина, скажите, а вот какая у вас была первая своя квартира? Она была в таком же стиле сделана или своя комната? Своя. Она у меня и первая, и последняя. И она вот у меня тоже требует ремонта. Но то, что вот осталось старое, я бы с удовольствием сделала то, как у меня есть. У меня вот в таких вот красках все. Я бы хотела все это повторить. И потому что это очень поднимает дух и несет радость. Ну что же, отлично, решено. Мы будем делать в таком стиле. Хорошего-то должно быть много. Тогда начинаем. Мы учли пожелания хозяев и выбрали стиль 60-х годов. Это, наверное, самый оптимистичный период в истории нашей страны. Интерьеры были соответствующие. Веселые, легкие и очень яркие. Сейчас этот стиль популярен во всем мире. Так что Катя и ее родители, несмотря на то, что они не разбираются в дизайне, выбрали модный интерьер. Сейчас мы выносим мебель из кухни и комнаты. Решение о будущей планировке еще не принято, но кухня очень маленькая. И, скорее всего, нам придется ее увеличить за счет комнаты. Для двухкомнатной квартиры это непростое решение. Итак, ломать или не ломать? Вот в чем вопрос. Ну что, в нашей команде «Прибавление» прораб Алексей Афанасенко. И будем обсуждать, Нина и Илья будем обсуждать планировку. Все-таки это очень важная история. Начнем с правильного плана. Вот исходный план. И я вижу, что у нашей комнаты есть смежная стена с кухней. Маленькая-маленькая кружка, 5-метровая, ну, 5,5 метров кухни. Послушайте, а может быть мы расширим это пространство? Может быть мы сломаем вот эту перегородку и сделаем одну большую комнату? Да, наверное, с одной стороны мы каким-то образом расширяем пространство, мы добавляем... Еще как расширяем? Но, с другой стороны, мы лишаем людей возможности, так сказать, вот... Уединиться. Но с вами я соглашусь, потому что так как к ним родители еще приедут, то, может, стоит попробовать сломать эту перегородку с кухней. Если это возможно, Алексей. Возможно сломать вот эту перегородку? Ломать или не ломать? Как нам быть? Блиты перекрытия на этой стене не лежат, стена не несущая. Можно спокойно объединить эту комнату. Илья, что вы думаете? Я вот уверена, что вы что-нибудь подготовили. Вы же знаете, моя любовь, как из-за пространства. Наталья, знаю, знаю ваш тягу к экспериментам, естественно, я изготовил и такой вариант. И мы получим такой маленький вокзальчик, да? Ну почему вокзальчик? На четверых, на пятерых. Они веселые, очень симпатичные люди. Тогда их кухня будет просто частью большой гостины. В 60-е годы же тоже все ломали, Нин. Ломали, ломать не строй. Ну хорошо, если что, в конце концов, через 15-20 лет... Ширму можно поставить красивую. Давайте посмотрим план, который Илья подготовил. Помимо того, что мы добавили к общему жилому пространству зону кухни, мы еще присовокупили сюда же и коридор. Отлично. И пусть здесь гуляют совершенно свободно, да? Ломаем стену. Воздуху стало больше. Ломаем, ломаем. Нин, ну действительно, начинаем ломать. У вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет. Пошли. Мы решили ломать стену. И нам очень помогло, что квартира на первом этаже. Дело в том, что плита здесь газовая. По правилам, такую кухню нельзя объединять с комнатой, если под вами кто-то живет. Кстати, помните, что объединенное помещение становится кухней. То есть оно теперь считается нежилым. А нежилое помещение не может находиться над комнатой соседей снизу. Но Кате повезло. Внизу подвал. Объединять можно. А что же делать остальным? Если вы живете не на первом этаже, вам придется предусмотреть раздвижные двери. Это обязательные условия. Иначе ваш проект перепланировки не согласуют. Ну вот, стена сломана. Продолжаем демонтаж кухни. В общем, ремонт только начинается. Но дизайнер Илья Рыков уже предлагает заняться мебелью. Не слишком ли рано? Я предлагаю абсолютно суперское решение. Мебель сделать прямо сейчас. В данном случае мы будем делать все не как у всех. Ну отлично. Это интересно. И вот примерно то, как это может выглядеть, вот это встроенная мебель. То есть вот варианты. А из чего мы ее делаем? Мы делаем из гипсокартона. Из гипсокартона. А что это? Современные материалы. Картон? Но он же сразу развалится. Нет, это очень прочная конструкция. Ее можно сделать на любом крепком каркасе. Металлический каркас, деревянные бруски. Может даже на кирпич. А главное, мы экономим. Мы не покупаем часть мебели. У меня только возникает одна мысль, что это, конечно, удобно, вставить ее точно в то пространство, которое нам надо. Но ведь ее потом не передвинешь. Ну вот тяга к изменениям и тяга что-нибудь куда-нибудь переставить, особенно в субботу с утра, возникает тогда, когда это что-то стоит не на своем месте. Ну я все время, всю жизнь переставляю. Вот все вот переставляю с места на место. И как будто в новую квартиру. Ваша потепущая энергия нам на площадку. Послушайте, но ведь это же системы хранения. Пусть они стоят на этом точном месте. Их не надо двигать. Пусть двигают кресла, журнальные столики. Это нормально. Абсолютно. Ну что, делаем? Далее в идеальном ремонте. Вот я смотрю, вы легких путей не ищите совсем. А вот отнюдь, Наталья, на самом деле это даже может быть легче, чем искать обоих. Александрийские двери. Свидетели ваших побед. Мы делаем ремонт для Кати Мельник и ее шестилетнего сына Егора. Мы выбрали для нее стиль 60-х годов, а кухню решили объединить с комнатой. Впереди мастер-класс по изготовлению мебели из гипсокартона. Мы с вами находимся на объекте, где мы научим вас сделать нишу из гипсокартона своими руками. На черновую стену мы закрепили направляющие, которые в дальнейшем закроем гипсокартоном. Сделаем отдельно полки для зоны хранения и нишу для телевизора. Итак, начинаем. Мы уже покрыли штукатуркой стены в кухне и возвели дополнительную перегородку. В зоне гостиной из гипсокартона будут полки и стеллаж. Сейчас мы научимся это делать. Изготовление гипсокартонной мебели состоит из нескольких этапов. Вначале, конечно, нужно сделать чертеж будущего шкафа. Нам повезло, его сделал дизайнер. Но и вы сможете легко нарисовать мебель, которая подходит именно вам. Далее по чертежу делаем разметку по полу, потолку и базовой стене. Отмечаем расположение всех стоечных профилей. Теперь очередь металлических направляющих. Это каркас будущего шкафа. Его мы присоединяем к стенам и полу с помощью дюбелей. В направляющие вставляются стоечные профили. Крепеж производится саморезами по металлу. Если нагрузка на стеллаж будет большой, вы можете укрепить профили деревянными брусками. Либо вообще вместо металлических направляющих использовать дерево или кирпич. А если вы хотите, чтобы ваш шкаф был с подсветкой, не забудьте на этом этапе проложить провода. Следующий шаг – обшивка каркаса гипсокартоном. Листы монтируются с помощью саморезов с шагом не больше 25 сантиметров. Головки шурупов должны быть утоплены в лист на глубину 1 миллиметр. И главное – листы гипсокартона должны не доходить до пола и потолка примерно на 7 миллиметров. Иначе при повышении влажности ваш шкаф деформируется. Все полки нашего стеллажа будут сделаны из гипсокартона. Но вы можете поэкспериментировать. Используйте стекло или дерево. Обшиваем конструкцию со всех сторон. Итак, шкаф почти готов. Теперь нам осталось подготовить все стены для финишного покрытия. У нас получилось много углов. И чтобы они были идеально ровными и не разрушались, лучше использовать металлические уголки или штукатурную сетку. Затем покрываем стены грунтовкой и заделываем швы гипсовой штукатуркой с применением армирующей ленты. Точно так же обрабатываем швы нашего стеллажа. Особое внимание уделяем внешним углам. Теперь покрываем все стены слоем шпатлевки. Впереди финишное покрытие. Стены и гипсокартонный стеллаж мы покрасим. Но это чуть позже. А пока отправляемся в арт-бюро, чтобы сделать люстру в стиле 60-х. Илья, что это у нас тут такое, как воперационные инструменты, просто доктор, скальпель, спирт? У нас сегодня здесь очень много интересных предметов, из которых мы создадим люстру, которая бы соответствовала идее нашего интерьера. Предлагается сделать вот такой каркас, на который мы впоследствии вот таким образом подвесим вот такие вот замечательные декорации. Но все по порядку. Как это сделать в домашних условиях? Очень просто. Для того, чтобы эту люстру сделать, нам понадобится то, что можно купить в соседнем магазине. Это вот такие алюминиевые профиля. Мы нарезаем это в нужный нам размер. Значит, вот на этот чудо-профиль. Вот таким образом. Просверлив два отверстия и нарезав в них резьбу, но это не обязательно, мы закрепим патрон для лампочек. То есть это вот эта часть. Вот этот патрончик. Потом вот эту всю конструкцию готовую мы устанавливаем в самый главный общий кронштейн. Вот примерно таким образом. Вот этот каркас. Я его сейчас не закрепил. Но принцип вот такой. Самое сложное во всем этом – собрать электрику. Здесь главное правило помнить, что два провода вместе соединять нельзя. Дети, если вы видите оголенный провод, никогда за него не хватайтесь. Иначе в следующий класс можно не перейти. Ну что, теперь начинаем украшать. Да, сейчас самое время нам украсить нашу заготовленную люстру. Я думаю, вы мне поможете. Я буду помогать. Я просто хочу сказать еще зрителям, что вот здесь на конце закоплена обычная булавочка через булавочное вот это вот ушко. Практически. И похоже на сережку. Кстати, можно было вносить вот так, как сережки. И, кстати, это очень красиво, извините. Все, не буду отвлекаться. Принцип такой, что мы не повторяем два цвета рядом. А если, значит, у меня здесь синенькая, то следующая будет зелененькая. Ну что, это похоже на самом деле на новогоднюю елочку такую прекрасную. Ну, по ощущению и по настроению абсолютно точно. Хорошо, тогда елочка, зажгись. О, слушайте, а правда красота. Вот так это и будет выглядеть в интерьере. Казалось бы, простейшая вещь из пластика. Очень нежная, милая и действительно очень веселая. И действительно... Создает настроение. Кстати, о люстрах, которые можно сделать своими руками, вы узнаете подробнее на нашем сайте www.aremont.tv Чтобы повесить нашу дизайнерскую люстру на потолок, нужен, как минимум, потолок. Им сейчас и займемся. По краям мы уже сделали конструкцию из гипсокартона. Там же провели подсветку. Но в середине потолок будет натяжным, глянцевым. Вначале устанавливаем по периметру металлический багет. Затем достаем полотно и нагреваем комнату тепловой пушкой. Заправляем полотно, начиная с углов. При этом удобно пользоваться шпателем. Излишки отрезаем. Промежуток между стеной и багетом заделываем с помощью специальной вставки резинового шнура. Установка светильника в натяжном потолке. Момент особый. Чтобы материал не расползался, на края отверстия под светильник наклеивается пластиковое кольцо. Потолок готов. Теперь займемся финишной отделкой стен. Интересно, какое решение предложит дизайнер? Так, друзья, давайте думать, как оформлять стены. Давайте. Почему только стены? Давайте вообще поговорим о стилистике времени 60-70-е годы. В данном нашем случае будет уместно нам придумать некие обои и их нарисовать. Нарисовать обои? Да, мы пойдем немножко... Я что-то не понимаю, Илюш. Слушайте, сейчас такое количество производителей, такие, на самом деле, выдающиеся дизайнеры работают над расцветками обоев. Не проще ли нам купить хорошие? Да, можно. Мы пойдем в магазин. Это проще. Поломаем об голову какое-то количество времени, что-то выберем и... Приклеим, а потом нам это не понравится. Мы сделем. Вот если вы легких путей не ищете совсем. А вот отнюдь, Наталья, на самом деле это даже может быть легче, чем искать обои, потому что мы придумаем рисунок, мы придумаем колористику, мы подберем цвета и нарисуем. Нарисуем обои на стену. Да, у этого способа есть много преимуществ. Мы можем экспериментировать раз. А во-первых, перебью на секунду, это совпадает с данным нашим состоянием души на сегодняшний день. Творчество. Это самовыражение, это как стихии. Илья, а если они сами захотят потом перекрасить, смогут... Это, пожалуйста. Конечно. Ну и хорошо, и замажут, потом нарисуют новое состояние души. Вы сталкивались с проблемой, когда дети рисуют на обоих. Ну, конечно. Все дети рисуют. Взяли кусок, закрасили, отлично. Все. Давайте попробуем, я еще на площадке посмотрю, как это выглядит. Ну, кажется, уже интересно. Интересно, интересно. С помощью отколированной в разные цвета шелковисток глянцевой краски Тициана создаем нужный нам рисунок на стенах. Краски Тициана на водной основе не пахнут при нанесении. Они экономичны в использовании, быстро высыхают. Тициана – краски и декоративные материалы, позволяющие воплотить смелые дизайнерские идеи. В 60-е годы стены часто красили с помощью трафаретов. Выбор обоев тогда был небогатый. Очень популярны были геометрические рисунки, особенно полоска. Идея нарисовать обои только кажется экстравагантной. На самом деле это несложно и удобно. Так можно объединить в интерьере любые цвета. Я не обождала? Нет! Одна из самых ярких звезд 60-х годов – Марианна Вертинская. Завтра она празднует свой юбилей. И сейчас мы отправляемся в гости к Мариане Александровне, чтобы узнать, как она обустраивала свою первую квартиру вместе с архитектором и актером Ильей Былинкиным. Очень рад. Много слышал хорошего. Когда мы с Илюшей получили квартиру в этом доме, на Чехово, то что достали, то и достали. Друг стоял, даже подушка, на которой спали, так дух какой-то современный и так далее. Все это было так, как это называется, убого. Но потом, постепенно, он вырос в семье архитекторов. Тоже был красивый дом, очень старинная мебель. Карелка была, и было красное дерево, все старинное было. У меня у папы, у мамы квартира вся тоже старинная. Илья очень любил карелку. Мы начали собирать, покупать там по частям. У кого-то одно, у кого-то другое. Далее в идеальном ремонте. Алексей, я правильно понимаю, что мы не выкладываем то, что называется фартуком плиткой? Все верно. Это будет стеклянная поверхность. Вообще это круто, извините за это слово. Сегодня мы делаем ремонт в квартире Екатерины Мельник. Она очень любит своих родителей. А они обожают комедии Гайдая. Мы решили объединить кухню и комнату, чтобы получилась большая столовая в стиле 60-х годов. Для зоны кухни дизайнер выбрал плитку цвета зеленого яблока. Начинаем ее укладку. Делаем это с угла. Клей на плитку наносится зубчатым шпателем. При этом шпатель нужно держать строго перпендикулярно, чтобы высота гребни была одинаковой. Затем плитка устанавливается на место и прижимается легким постукиванием. Стык между ламинатом и плиткой оформляем белой мозаикой. Теперь очередь ламината в зоне гостиной. В качестве подложки используем пенополиэтилен. Этот материал – хороший теплоизолятор. Для нас такое качество особенно важно, потому что квартира находится на первом этаже. Прежде чем начать укладку, установите распорные клинья. Можете использовать для этого доску. Так у вас получится зазор между покрытием и стеной. Он необходим, чтобы впоследствии полы не вздулись. Современный ламинат выпускается со специальными замками, которые скрепляют доски между собой. Так что его укладка – дело очень простое. Для зоны кухни дизайнер выбрал люстру из металла и перфорированного пластика. Александрийские двери выполнены из массива натурального дерева. Это долговечные и надежные двери для вас и ваших детей. Александрийские двери – свидетели ваших побед. Отделка завершена. Но где же фартук над рабочей зоной, спросите вы? Неужели на кухне можно обойтись без плитки? Можно. Об этом мы сейчас и поговорим. Самое время подумать о том, как бы нам теперь эту кухню так оформить, чтобы она становиться частью гостиной. Это не просто кухня. Теперь мне, конечно, приходится придумывать какие-то варианты, для того, чтобы кухня у нас уже перестала быть утилитарным местом, где просто готовят еду, а чтобы это еще обладало какими-то фишками. И вот я предлагаю сделать такую историю, как то... Он уже подготовился. Картинка на фартук. Мы возьмем стекло, наклеим на него вот эти прекрасные, веселые изображения и смонтируем на сцену в том месте, где у всех плитка. Конечно, вот вы женщину выбрали. Это вот почему? Можете представить? Это у него хороший вкус. Да, женщина. У нас картинка. Я правильно понимаю? Я знаю, что у него очень много гениальных идей. Алексей, я правильно понимаю, что мы не выкладываем то, что называется фартуком-плиткой, мы делаем стекло, под которым вот так вот с этой стороны будут вот эти картинки. Все верно. Это будет стеклянная поверхность. Вообще-то круто, извините за это слово. Это красиво. Ну, это очень здорово. Главное, что со стекла... Ну, а как это практическое. Ну, со стекла всегда же можно стереть. Стекло самый нереагентный материал. Это намного практичнее плитки. Это очень здорово. Во-первых, у нас не будет швов межплиточных. У нас будет единая поверхность, которую очень легко будет мыть. Это совпадает с моим внутренним видением, потому что у меня на старой плитке, даже на старой плитке я делаю то же самое, картинки. Ну что же, по поводу фартука, вы меня не просто уговорили, вы меня вдохновили, я бы сказала. И, конечно, главный вдохновитель Нины – это вы. Спасибо вам огромное. Я уверена, что после всех наших мозговых штурмов комната для наших героев будет просто как в сказке. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Пусть дверь скрипит в песне. В программе «Идеальный ремонт» двери не скрипят. Прежде чем установить стеклянный фартук, займемся мебелью. Вначале соберем шкаф. Тратить на него кучу денег мы не собираемся. Все, что нужно. Немного фантазии. В нише у стены устанавливаем металлические направляющие рельсы. Отдельно по мерке мы заказали раздвижные двери из алюминия и матового стекла. Устанавливаем их, и встроенный шкаф готов. Мы сэкономили на задних и боковых стенках. Полностью использовали пространство. А начинку можно придумать какую угодно. Теперь собираем кухню. Ее фасады сделаны из ДСП и покрыты пленкой двух цветов. Белого и зеленого. В квартире газовая колонка. Мы ее спрячем в навесном шкафу. Остальную кухонную технику меняем. Холодильник новый. Плита тоже. Кроме того, плита встроенная, так же как и мойка. Для этого мы вырезаем в столешнице специальные отверстия. Дверь в комнату дизайнер решил сделать из ткани. Это специальные полотна с утяжелителями, подвешенные под прямым углом друг к другу. Фиксируются они на липучке. Столовая готова к декорированию в стиле 60-х. И сейчас мы научимся делать очень необычную стеклянную панель над рабочей зоной кухни. Так называемый фартук. В квартире нашей героини мы будем делать фартук с помощью принта и стекла. Вот он у нас здесь красивый, заготовленный заранее. И сейчас мы его будем приклеивать. Мне нравится. С помощью такого устройства мы наносим воду тонким слоем. И это дает нам возможность в процессе приклеивания корректировать картинку, если у нас она пойдет криво. Можем приступать наносить воду. Начинаем непосредственно процесс приклеивания. Мы сейчас выравниваем по стеклу нашу картинку. И вот мы начинаем приклеивать. Вот этот первый шаг. Вот он. Все. Мы задали общее направление. И теперь можем двигаться дальше. Как мы помним, у нас осталось какое-то количество воды под ним. И чтобы от нее избавиться, нам потребуется вот такое устройство. Аккуратными движениями мы вытаскиваем, выгоняем, так сказать, воду. У нас есть лишняя пленка, которую мы с помощью обычного макетного ножа легко удаляем. Вот теперь, когда мы приклеили задний фон к нашему изображению, она стала таким, каким мы его и планировали. И теперь, я думаю, самое время его уже приклеить. Я предлагаю воспользоваться специальными приспособлениями для переноски стекла. Наш фартук готов. Что скажешь, Алексей? Мне кажется, получилось очень хорошо. При выборе цветов для этой комнаты мы не стеснялись. Такие яркие краски типичны для 60-х. Но тут важно не переборщить. Поэтому диван спокойного бежевого цвета. Впрочем, мы добавляем еще несколько ярких пятен. В этом интерьере немало предметов из пластика. Любовь к синтетике – типичная черта 60-х годов. Тогда считалось, что натуральные материалы – это что-то устаревшее. И будущее за новинками химии. Пластиковыми бусами мы украшаем светильник и портьеры над дверью. Кстати, именно в 1967 году в России в продаже появились первые цветные телевизоры. Дизайн, конечно, был другой. Да и программ меньше. Стеллаж, который мы сделали из гипсокартона, очень вместительный. Хозяйка сама заполнит его. От нас лишь несколько сувениров. Стол и стулья – тоже в стиле 60-х. Стол раскладной. Для интерьеров того периода характерны геометрические узоры. Причем разные фигуры легко сочетаются. Стены у нас полосатые. А вот для текстиля мы выбрали другой рисунок, как бы объединяющий круги и полосы. Из такой же ткани – это, кстати, лен. Сшиты и наволочки для диванных подушек. Кресла тогда в моде были тоже круглые, как бы космические. На стены мы вешаем дизайнерские тарелки. Они сделаны в виде пуговиц. Если вы такие не найдете, можете повесить виниловые пластинки. Это тоже модно. И в стиле 60-х. В качестве подсветки мы использовали светодиодную ленту. Обратите внимание, вся обстановка выглядит невесомой. В 60-е в моде был космос. Тогда считалось, что мебели должно быть мало. Больше всего ценилось свободное пространство. Столовая получилась не такая уж и огромная. Примерно 25 метров. Но благодаря легкой мебели и встроенным стеллажам она кажется больше, чем есть на самом деле. Далее в идеальном ремонте. Ай, блин! Егор, заходите. Как красиво! Да ладно! Сегодня мы делаем ремонт для Екатерины Мельник, ее сына Егора и ее родителей, которые очень часто приходят к Кате в гости. Мы выбрали стиль 60-х годов, а кухню решили объединить с комнатой. Леш, какое удивительное ощущение свежести. Ты знаешь, как будто зеленое яблоко укусил, как летом бывает, такое крепкое яблоко. Все очень-очень зеленое и яркое. Мне так нравится? Мне этот эффект тоже очень понравился. Я даже сам не ожидал такого, что будет именно вот так. Мы убрали простенок между кухней и комнатой. У нас два окна работают, наполняя светом это помещение, и оно стало больше. Здесь реально можно, я не знаю, здесь можно полк солдат провести. Да мне все время хочется танцевать. Еще место останется. В такой комнате хочется танцевать. Да невозможно. У нас есть большое пространство, которое мы заполнили самыми нужными, необходимыми предметами, не перегружая его. У нас есть шкаф, где может все храниться. Да, пусть все убирают. Абсолютно. У нас есть мебель, которую мы сделали своими руками. А вот это вот из гипсокартона мебель, которая каждый придет, в принципе, сам. И здесь у нас умещается, ну что есть в любой семье, это книжки, диски, я не знаю, все что угодно, базочки. Когда кто что хочет, то и поставит. Абсолютно. Так же, как вот эта чудесная полка. А знаете, какие пугольцы. Такие пугольцы, отличные, отличные. Я вот, когда их увидел, понял, их место именно здесь. Потому что это такая легкость, это такие, это даже не ретро, это на самом деле сейчас крайне модно. Мне так нравится это кресло, глянь. Это наш акцент. Он вам очень подходит. Да я бы жила бы здесь, но это для наших героев. Наша кухня, она абсолютно в цвет. Зеленое яблоко. Это зеленое яблоко, она, кстати, так и называется. Это зеленое яблоко и белый цвет чистоты. Я все смотрю на этот фартук над кухней, где написано винтаж, да, вот то, что вот винтажные вещи. Как это сейчас опять модно? Как теперь модно? Аж какая картинка изображена на нем? Очень красиво. И тот самый эффект, да? Это наш стеклянный фартук, который легко моется. Очень хорошо. Это я даже попробую себя дома сама сделать. Мне кажется, очень хорошо. Главное, ощущение простора, которого здесь не было никогда, свежести невероятной. Все так. Лето. И потолок натяжной, который немножко увеличивает пространство. На нем отражается еще одна комната, которая выше. Нет, это дискотека, которая идет вот так вот просто по краю. Да, это цвет, который можно включать разными цветами в зависимости от настроения. Он управляется пультом? Да, он управляется с пульта, можно включить любой цвет. Илюш, все, знаешь, вот сейчас уже я жду наших героев, давай пока ничего не менять, пусть эта дискотека играет, пусть они зайдут. Да, пускай они обалдеют. Пускай они обалдеют. понравятся нашим героям. И, кстати, они уже стоят за дверью. Давайте их пригласим. Заходите, Катя, заходите. Ой, блин. Какие они... У меня просто... Вот, у меня сейчас голова сорвется. Правда, я счастлива, правда, Наташа. Как вы поняли, самое главное здесь перепланировка. Теперь у вас ванная, как и была там, но это большая комната, студия, кухня открытая. Вы можете сидеть всей семьей. Это не то, что крошечный закуток. И все это вот... Здесь этот интерьер сделан освещением летнего зеленого свежего яблока. Или я делала так, чтобы вам здесь было весело, легко и свободно. Обратите внимание на эти чудесные светильники, сделанные им вручную. На вот это... Меняется. На потолок, который меняется освещение, вы можете его регулировать. А какой потолок-то? Потолок меняется в течение нескольких секунд, но вы можете зафиксировать пультом, чтобы он был именно в тот цвет, который вам нужен. Так, как вы захотите. Класс. А это что, Наташа? Вот это декоративные тарелки, которые очень совпадают со стилем этого интерьера. У меня вот прям, вот смотрите, уже руки даже трясутся от эмоций. Обратите внимание, что ваш стол можно сделать, убрав крылья вниз маленьким, если вы хотите вдвоем только завтракать. Его можно раздвинуть, выдвинуть, соответственно, поднять крылья. И это для большого количества людей. Вот очень красиво сделан фартук на кухне с такими винтажными картинками в 50-х годах. Это мы ни у кого не делали. Вы первые, где мы попробовали такой фокус. Это очень красивый фартук для кухни. Вообще шикарно. Да. А я не обратил внимания. Сперва. Так шикарно. Это вообще. Я тоже ни разу не видела вот такого фартука. Такой необычный. Мне все обзавидуются. Стиляги, папа. Стиляги, как и мы хотели. Я не думала, что из моей квартиры можно сделать такое. Свежо, светло, как мы говорили. Как мы заказывали. Легко, легко. Самое главное, легко. И все объемно. Как бы большое, просторное все. Даже смотришь, не верится, что у нас такое. Что у нас было то, что было. Катя, а вы как себе представляли, как это будет? Вы знаете, я уже, я думала, если честно, у меня представление, красный цвет. Я думаю, с ума сойти. Я же красный не очень люблю. Но у нас есть красное кресло, как пятно такое. Но оно, вы знаете, оно настолько сюда вписывается. Вот всю жизнь, кстати, я о таком кресле мечтала. Потолки сделаны необычные, вот это с подсветкой, вот это зеркально, как будто у нас продолжение потолков, высоту, высоту, что шкаф огромный, как будто за ним следующая дверь, следующую комнату. Как бы все это вот так сделано, я даже не знаю, я даже не представляла, что здесь шкаф можно поставить. Как бы тут стена была. Вообще все сделано так, я не знаю, очень красиво. Возьму вот это на вооружение и сделаю себе такой же потолок на даче. Мне кажется, кухня-то увеличилась в два раза больше, объемнее. Она была клетушкой. Да, как это, я даже не знаю, как вы туда все уместили-то могли. Я не знаю просто. И холодильник, и все строили, и шкафов столько много. Места для хранения очень много. Вообще замечательно. И теперь вы можете все собираться за большим столом. Егор, ну, котенок нашел себе место в этой комнате, и ты тоже, кажется, найдешь. Тебе нравится? Да. Все супер. Я не ожидала просто, что в моем доме заиграет лето. Я свою квартиру, где узнаю, потолок, кухня. Ну, все. Я просто нахожусь в таком шоке, что... Так в шоке не надо. По-хорошему в шоке. Вы знаете, что вот я даже не ожидала. Из моей старой квартиры превратили просто в дворец. В летний, в красивый дворец. Тут у нас есть для вас тоже подарки. Спасибо большое за цветы. Ну, медведь, боже, какой медведь. Мы взяли ваш логотип для ремонта. Ой, вы посмотрите, вы посмотрите. И сделали вам такую футболочку, чтобы вы тоже радовались. Чтобы мы рады за вас. Слушайте, размерчик-то мой, а этот медведь будет нашим талисманом. Спасибо вам большое. Модные линии мебели и яркие цвета это не главное в этом проекте. Главное, умная планировка, которая делает жизнь удобнее. И вы тоже это можете. Ведь счастье вашего дома в ваших руках. Сегодня мы делали ремонт в квартире Екатерины Мельник. Она очень любит комедии 60-х и веселые компании. Мы постарались учесть все пожелания. У нас получилась большая, яркая столовая. Делая этот ремонт, мы лишний раз убедились, что неповторимый стиль Леонида Гайдая продолжает завоевывать миллионы поклонников. И мы уверены, что его фильмы будут любить всегда, пока вертится земля. Илья, что это у нас тут такое, как воперационные инструменты, просто доктор, скальпель, спирт? У нас сегодня здесь очень много интересных предметов, из которых мы создадим люстру, которая бы соответствовала идее нашего интерьера. Предлагается сделать вот такой каркас, на который мы впоследствии вот таким образом подвесим вот такие вот замечательные декорации. Но все по порядку. Как это сделать в домашних условиях? Очень просто. Для того, чтобы эту люстру сделать, нам понадобится то, что можно купить в соседнем магазине. Это вот такие алюминиевые профиля. Мы нарезаем это в нужный нам размер. Значит, вот на этот чудо-профиль вот таким образом, просверлив два отверстия и нарезав в них резьбу, но это не обязательно, мы закрепим патрон для лампочек. То есть это вот эта часть, вот этот патрончик. Потом вот эту всю конструкцию готовую мы устанавливаем в самый главный общий кронштейн. Вот примерно таким образом вот этот каркас, я его сейчас не закрепил, но принцип вот такой. Самое сложное во всем этом собрать электрику. Здесь главное правило помнить, что два провода вместе соединять нельзя. Дети, если вы видите оголенный провод, никогда за него не хватайтесь, иначе следующий класс можно не перейти. Ну что, теперь начинаем украшать. Да, сейчас самое время нам украсить нашу заготовленную люстру. Я думаю, вы мне поможете, это достаточно легко. Я буду помогать, я просто хочу сказать еще зрителям, что вот здесь на конце закоплена обычная булавочка через булавочное вот это вот ушко. Практически. И похожее на сережку. Кстати, можно было вносить вот это как сережки. И, кстати, это очень красиво, извините. Принцип такой, что мы не повторяем два цвета рядом. А если, значит, у меня здесь синенькая, то следующая будет зелененькая. Ну что, это похоже, на самом деле, на новогоднюю елочку, такую прекрасную. Ну, по ощущению и по настроению абсолютно точно. Хорошо, тогда елочка, зажгись. О, слушайте, а правда красота. Вот так это и будет выглядеть в интерьере. Казалось бы, простейшая вещь из пластика. Очень нежная, милая и действительно очень веселая. И действительно... Создает настроение. Кстати, о люстрах, которые можно сделать своими руками, вы узнаете подробнее на нашем сайте www.arемонт.tv Чтобы повесить нашу дизайнерскую люстру на потолок, нужен, как минимум, потолок. Им сейчас и займемся. По краям мы уже сделали конструкцию из гипсокартона. Там же провели подсветку. Но в середине потолок будет натяжным, глянцевым. Вначале устанавливаем по периметру металлический багет. Затем достаем полотно и нагреваем комнату тепловой пушкой. Заправляем полотно, начиная с углов. При этом удобно пользоваться шпателем. Излишки отрезаем. Промежуток между стеной и багетом заделываем с помощью специальной вставки резинового шнура. Установка светильника в натяжном потолке. Момент особый. Чтобы материал не расползался, на края отверстия под светильник наклеивается пластиковое кольцо. Потолок готов. Теперь займемся финишной отделкой стен. Интересно, какое решение предложит дизайнер? Так, друзья, давайте думать, как оформлять стены. Давайте. Почему только стены? Давайте вообще поговорим о стилистике времени 60-70-е годы. В данном нашем случае будет уместно нам придумать некие обои и их нарисовать. Нарисовать обои? Да, мы пойдем немножко... Я что-то не понимаю, Илюш. Слушайте, сейчас такое количество производителей, такие, на самом деле, выдающиеся дизайнеры работают над расцветками обоев. Не проще ли нам купить хорошие? Да, можно. Мы пойдем в магазин. Это проще. Поломаем об голову. Это проще. Какое-то количество времени что-то выберем и... Приклеим, а потом нам это не понравится. Мы сдержим. Вы легких путей не ищите совсем. А вот отнюдь, Наталья, на самом деле это даже может быть легче, чем искать обои, потому что мы придумаем рисунок, мы придумаем колористику, мы подберем цвета и нарисуем. Нарисуем обои на стену. Да, у этого способа есть много преимуществ. Мы можем экспериментировать раз. А во-первых, перебью на секунду, это совпадает с данным нашим состоянием души на сегодняшний день. Это самовыражение, это как стихи. Илья, а если они сами захотят потом перекрасить, смогут... Это, пожалуйста, конечно. Ну и хорошо, и замажут, потом нарисуют новое состояние души. Вы с вами были проблемы, когда дети рисуют на обоях. Все дети рисуют. Взяли кусок, закрасили, отлично. Все. Давайте попробуем, я еще на площадке посмотрю, как это выглядит. Ну, кажется, уже интересно. Интересно, интересно. С помощью отколированной в разные цвета шелковисток глянцевой краски Тициана создаем нужный нам рисунок на стенах. Краски Тициана на водной основе не пахнут при нанесении. Они экономичны в использовании, быстро высыхают. Тициана – краски и декоративные материалы, позволяющие воплотить смелые дизайнерские идеи. В 60-е годы стены часто красили с помощью трафаретов. Выбор обоев тогда был небогатый. Очень популярны были геометрические рисунки, особенно полоска. Идея нарисовать обои только кажется экстравагантной. На самом деле это несложно и удобно. Так можно объединить в интерьере любые цвета. Я не обождала? Нет! Одна из самых ярких звезд 60-х годов – Марианна Вертинская. Завтра она празднует свой юбилей. И сейчас мы отправляемся в гости к Марианне Александровне, чтобы узнать, как она обустраивала свою первую квартиру вместе с архитектором и актером Ильей Былинкиным. Очень рад. Много слышал хорошего. Когда мы с Ильюшей получили квартиру в этом доме на Чехово, то что достали, то и достали. Длух с подушкой, на которой спали, так дух какой-то современный. И так далее. Все это было так, как это называется, убого. Но потом, противоположное, он вырос в семье архитекторов. Тоже был красивый дом, очень старинная мебель. И карелка была. И было красное дерево. Все старинное было. У меня у папы, у мамы квартира вся тоже старинная. Илья очень любил карелку. Мы начали собирать, покупать там по частям. У кого-то одно, у кого-то другое. Далее в идеальном ремонте. Алексей, я правильно понимаю, что мы не выкладываем то, что называется фартуком-прыткой? Все верно. Это будет стеклянная поверхность. Вообще это круто, извините за это слово. Ей-богу, я никогда не думала, что мне придется спорить с заслуженной артисткой России Ниной Масловой. Мы хотели объединить кухню и комнату, а она была против. Как вы думаете, что получилось в результате? Смотрите «Идеальный ремонт». Доброе утро! Вы смотрите «Идеальный ремонт», который мы собираемся сделать в обычной квартире на первом этаже типовой хрущевки. Давайте сначала посмотрим, с какими сложностями нам придется столкнуться. И главное, познакомимся с героями, чтобы узнать, чего же они хотят. Ну, здравствуйте, семья Гуковых. Здравствуйте. Значит, вот так вот вы живете. Катя, ну что-то мне кажется, не очень жилой вид-то. Решили на дачу переехать, потому что... Ну, сами видите. Да вижу, вижу. Эта комната знала лучшие времена. За одной стеночки потрогаю. Комната знала лучшие времена, но ничего, не страшно. С этим мы справимся. А скажите мне, кто здесь вот будет жить? Постоянно жить мы будем? Егор. Я. И мои родители очень часто нас навещают. Где-то на белом свете, а точнее в Москве, в обычной пятиэтажке, живет Катя Мельник со своим сыном Егором. По профессии Катя юрист, но в офисе усидеть ей трудно. Она любит танцевать, петь, заниматься домом и собирать большие компании, друзей, родственников. К ней очень часто приезжают в гости мама и папа, Сергей и Надежда Гуковы. Они, между прочим, бывшие стиляги, а сейчас любители дачных грядок. Надежда даже двор дома превратила в сад, за что и благодарны все соседи. Но вот с ремонтом Катя и ее родители справиться не могут. Планов много, но как их осуществить? Мы постараемся им помочь. В этой комнате собирается много гостей, родственников. У нас очень много друзей, родственников. У нас родственников очень много. И, соответственно, день рождения, там всякие праздники. Мы хотим, чтобы у нас был большой стол, чтобы мы могли все сесть за него, как бы посидеть, компании, родственники, пообщаться. И чтобы мы друг друга видели. И не бегать с комнаты, с кухни, туда-сюда. Интересно, хорошо. А вы что хотите, Сергей? По просторе, чтобы было. Слушай, а что ты хочешь? Скажи мне. Для игрушек черепашек ниндзя. Главное, чтобы были черепашки ниндзя. Значит, мы свободный выборик стиля для вашего интерьера. Или у вас есть какие-то пожелания? Не могу сказать. Вообще, в стилях-то не очень разбираемся. А это что-то, что вас объединяет? Что вам всем нравится, всей семье? Ну, нравятся нам многие старые фильмы, там, шестидесяток, например. «Кавказская пленница». «Кавказская пленница». Отлично, это уже весело. Это такие буги-буги. Как бы, мы с шестидесяток, да. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся обоих медведей, вертится земля. Земля вертится, а мы начинаем ремонт. Оцениваем параметр квартиры. Площадь кухни – 5,5 квадратных метров. К ней примыкает большая комната. Ее площадь – 19 метров. Это кирпичная хрущевка. Последний ремонт был в 80-м году. Хозяева – веселые люди. Они обожают комедии «Гайдая». Эти фильмы снимались в 60-е и 70-е годы. Так что вдохновение будем черпать в этом периоде. Мы отправляемся в архитектурное бюро Первого канала, чтобы обсудить проект. Для работы над этим проектом я пригласила опытного архитектора Илью Рыкова. Добрый день. Дряски. И звезду, знаменитую красавицу, героиню комедии «Гайдая», заслуженную артистку России Нину Маслову. Простите, ваше имя и отчество? Марфа Васильевна я. Чудесно. Очаровательно. Марфа Васильевна. Здравствуйте. У нас такая история. У нас веселая и задорная семья. Главная героиня – молодая женщина. Мы будем делать ей комнату. И хочется сделать ее какой-то веселой. Веселой. Вот в каком стиле лучше всего бы это подошло? Мне пришла в голову мысль, давайте, может быть, поэкспериментируем и что-нибудь возьмем в 60-е, 70-е. Мне кажется, этот стиль будет очень интересен. Господи, как красиво. Правда? Мне тоже очень нравится. Но я вот думаю, Нина, а понравится ли нашей молодой героине? Все-таки она реально молодая, такой стиль, в котором есть оттенок ретро. Так, даже не сомневайтесь, потому что такое буйство красок молодым как может не понравиться. И тем более, если радость души – это и родителям понравится, и им понравится, без сомнений. Нина, скажите, а вот какая у вас была первая своя квартира? Она была в таком же стиле сделана или своя комната? Своя, она у меня и первая, и последняя, и она вот у меня тоже требует ремонта, но то, что вот осталось, вот старая, я бы с удовольствием сделала то, как у меня есть. У меня вот в таких вот красках все, я бы хотела все это повторить, и потому что это очень поднимает дух и несет радость. Ну что же, отлично, решено, мы будем делать в таком стиле. Хорошего-то должно быть много. Тогда начинаем. Мы учли пожелания хозяев и выбрали стиль 60-х годов. Это, наверное, самый оптимистичный период в истории нашей страны. Интерьеры были соответствующие – веселые, легкие и очень яркие. Сейчас этот стиль популярен во всем мире, так что Катя и ее родители, несмотря на то, что они не разбираются в дизайне, выбрали модный интерьер. Сейчас мы выносим мебель из кухни и комнаты. Решение о будущей планировке еще не принято, но кухня очень маленькая, и, скорее всего, нам придется ее увеличить за счет комнаты. Для двухкомнатной квартиры это непростое решение. Итак, ломать или не ломать – вот в чем вопрос. Ну что, в нашей команде «Прибавление» прораб Алексей Афанасенко. И будем обсуждать, Нина и Илья будем обсуждать планировку. Все-таки это очень важная история. Начнем с правильного плана. Вот исходный план. И я вижу, что у нашей комнаты есть смежная стена с кухней. Маленькая-маленькая кружка, пятиметровая, ну, пять с половиной метров кухни. Послушайте, а может быть, мы расширим это пространство? Может быть, мы сломаем вот эту перегородку и сделаем одну большую комнату? Да, наверное, с одной стороны мы каким-то образом расширяем пространство, мы добавляем. Еще как расширяем. Но, с другой стороны, мы лишаем людей возможности, так сказать, вот... Уединиться. Но с вами я соглашусь, потому что, так как к ним родители еще приедут, то, может, стоит попробовать сломать эту перегородку с кухней. Если это возможно, Алексей. Возможно сломать вот эту перегородку? Ломать или не ломать? Как нам быть? Блиты, перекрытия на этой стене не лежат, стена не несущая. Можно спокойно объединить эту комнату. Илья, что вы думаете? Я вот уверена, что вы что-нибудь подготовили. Вы же знаете, Маленькая. Сегодня мы делаем ремонт в квартире Екатерины Мельник. Она очень любит своих родителей. А они обожают комедии Гайдая. Мы решили объединить кухню и комнату, чтобы получилась большая столбовая в стиле 60-х годов. Для зоны кухни дизайнер выбрал плитку цвета зеленого яблока. Начинаем ее укладку. Делаем это с угла. Клей на плитку наносится зубчатым шпателем. При этом шпатель нужно держать строго перпендикулярно, чтобы высота гребни была одинаковой. Затем плитка устанавливается на место и прижимается легким постукиванием. Стык между ламинатом и плиткой оформляем белой мозаикой. Теперь очередь ламината в зоне гостиной. В качестве подложки используем пенополиэтилен. Этот материал – хороший теплоизолятор. Для нас такое качество особенно важно, потому что квартира находится на первом этаже. Прежде чем начать укладку, установите распорные клинья. Можете использовать для этого доску. Так у вас получится зазор между покрытием и стеной. Он необходим, чтобы впоследствии полы не вздулись. Современный ламинат выпускается со специальными замками, которые скрепляют доски между собой. Так что его укладка – дело очень простое. Для зоны кухни дизайнер выбрал люстру из металла и перфорированного пластика. Александрийские двери выполнены из массива натурального дерева. Это долговечные и надежные двери для вас и ваших детей. Александрийские двери. Свидетели ваших побед. Отделка завершена. Но где же фартук над рабочей зоной, спросите вы? Неужели на кухне можно обойтись без плитки? Можно. Об этом мы сейчас и поговорим. Самое время подумать о том, как бы нам теперь эту кухню так оформить, чтобы она становиться частью гостиной. Это не просто кухня. Теперь мне, конечно, приходится придумывать какие-то варианты для того, чтобы кухня у нас уже перестала быть утилитарным местом, где просто готовят еду, а чтобы это еще было, обладало какими-то фишками. И вот я предлагаю сделать такую историю, как то... Он уже подготовился. Картинка на фартук. Мы возьмем стекло, наклеим на него вот эти прекрасные, веселые изображения и смонтируем на стену в том месте, где у всех плитка. Конечно, вот вы женщину выбрали. Это вот почему? Можете представить? Это у него хороший вкус. Да, женщина. У нас картинка. Я правильно понимаю, я знаю, что у него очень много гениальных идей. Алексей, я правильно понимаю, что мы не выкладываем то, что называется фартуком-плиткой, мы делаем стекло, под которым вот так вот с этой стороны будут вот эти картинки? Все верно. Это будет стеклянная поверхность. Вообще-то круто, извините за это слово. Это красиво. Ну, это очень здорово. Главное, что со стекла... Ну, как это практично. Ну, со стекла всегда же можно стереть. Стекло, наверное, не реагентный материал. Это намного практичнее плитки. Во-первых, у нас не будет швов межплиточных. У нас будет единая поверхность, которую очень легко будет мыть. Это совпадает с моим внутренним видением, потому что у меня на старой плитке, даже на старой плитке я делаю то же самое, картинки. Ну что же, по поводу фартука, вы меня не просто уговорили, вы меня вдохновили, я бы сказала. И, конечно, главный вдохновитель, Нина, это вы. Спасибо вам огромное. Я уверена, что после всех наших мозговых штурмов комната для наших героев будет просто как в сказке. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Пусть дверь скрипит в песне. В программе «Идеальный ремонт» двери не скрипят. Прежде чем установить стеклянный фартук, займемся мебелью. Вначале соберем шкаф. Тратить на него кучу денег мы не собираемся. Все, что нужно. Немного фантазии. В нише у стены устанавливаем металлические направляющие рельсы. Отдельно по мерке мы заказали раздвижные двери из алюминия и матового стекла. Устанавливаем их, и встроенный шкаф готов. Мы сэкономили на задней и боковых стенках. Полностью использовали пространство. А начинку можно придумать какую угодно. Теперь собираем кухню. Ее фасады сделаны из ДСП и покрыты пленкой двух цветов. Белого и зеленого. В квартире газовая колонка. Мы ее спрячем в навесном шкафу. Остальную кухонную технику меняем. Холодильник новый. Плита тоже. Кроме того, плита встроенная, так же как и мойка. Для этого мы вырезаем в столешнице специальные отверстия. Дверь в комнату дизайнер решил сделать из ткани. Это специальные полотна с утяжелителями, подвешенные под прямым углом друг к другу. Фиксируются они на липучке. Столовая готова к декорированию в стиле 60-х. И сейчас мы научимся делать очень необычную стеклянную панель над рабочей зоной кухни. Так называемый фартук. В квартире нашей героини мы будем делать фартук с помощью принта из стекла. Вот он у нас здесь красивый, заготовленный заранее. И сейчас мы его будем приклеивать. Мне нравится. С помощью такого устройства мы наносим воду тонким слоем. И это дает нам возможность в процессе приклеивания корректировать картинку, если у нас она пойдет криво. Можем приступать наносить воду. Начинаем непосредственно процесс приклеивания. Мы сейчас выравниваем по стеклу нашу картинку. И вот мы начинаем приклеивать. Вот этот первый шаг. Вот он. Все. Мы задали общее направление. И теперь можем двигаться дальше. Как мы помним, у нас осталось какое-то количество воды под ним. И чтобы... Наталья, зная вашу тягу к экспериментам, естественно, я... И мы получим такой маленький вокзальчик, да? Ну почему вокзальчик? На четверых, на пятерых. Они веселые, очень симпатичные люди. Тогда их кухня будет просто частью большой гостины. В 60-е годы же тоже все ломали, Нин. Ломали. Ломать не строй. Ну хорошо, если что, в конце концов, через 15-20 лет... Ширму можно поставить. Можно поставить. Красивую. Давайте посмотрим план, который я подготовил. Помимо того, что мы добавили к общему жилому пространству зону кухни, мы еще присовокупили сюда же и коридор. Отлично. И пусть здесь гуляют совершенно свободно. Да? Ломаем стену. Столько стало больше. Ломаем, ломаем. Ну, действительно, начинаем ломать. У вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет. Пошли. Мы решили ломать стену. И нам очень помогло, что квартира на первом этаже. Дело в том, что плита здесь газовая. По правилам, такую кухню нельзя объединять с комнатой, если под вами кто-то живет. Кстати, помните, что объединенное помещение становится кухней. То есть оно теперь считается нежилым. А нежилое помещение не может находиться над комнатой соседей снизу. Но Кате повезло. Внизу подвал. Объединять можно. А что же делать остальным? Если вы живете не на первом этаже, вам придется предусмотреть раздвижные двери. Это обязательные условия. Иначе ваш проект перепланировки не согласуют. Ну вот, стена сломана. Продолжаем демонтаж кухни. В общем, ремонт только начинается. Но дизайнер Илья Рыков уже предлагает заняться мебелью. Не слишком ли рано? Я предлагаю абсолютно суперское решение. Мебель сделать прямо сейчас. В данном случае мы будем делать все не как у всех. Ну отлично. Это интересно. И вот примерно то, как это может выглядеть, вот это встроенная мебель. То есть вот варианты. А из чего мы ее делаем? Мы делаем из гипсокартона. Из гипсокартона. А что это? Современные материалы. Картон? Но он же сразу развалится. Нет, это очень прочная конструкция. Ее можно сделать на любом крепком каркасе. Металлический каркас, деревянные бруски. Может даже на кирпич. А главное, мы экономим. Мы не покупаем часть мебели. У меня только возникает одна мысль, что это, конечно, удобно вставить ее точно в то пространство, которое нам надо. Но ведь ее потом не передвинешь. Ну вот тяга к изменениям и тяга что-нибудь куда-нибудь переставить, особенно в субботу с утра, возникает тогда, когда это что-то стоит не на своем месте. Ну я все время, всю жизнь переставляю. Вот все вот переставляю с места на место. И как будто в новую квартиру. Послушайте, но ведь это же системы хранения. Пусть они стоят на этом точном месте. Их не надо двигать. Пусть двигают кресла, журнальные столики. Это нормально. Ну что, делаем? Далее в идеальном ремонте. Вот я смотрю, вы легких путей не ищите совсем. А вот отнюдь, Наталья. На самом деле это даже может быть легче, чем искать обоих. Александрийские двери. Свидетелей ваших побед. Мы делаем ремонт для Кати Мельник и ее шестилетнего сына Егора. Мы выбрали для нее стиль 60-х годов. А кухню решили объединить с комнатой. Впереди мастер-класс по изготовлению мебели из гипсокартона. Мы с вами находимся на объекте, где мы научим вас сделать нишу из гипсокартона своими руками. На черновую стену мы закрепили направляющие, которые в дальнейшем закроем гипсокартоном, сделаем отдельно полки для зоны хранения и нишу для телевизора. Итак, начинаем? Мы уже покрыли штукатуркой стены в кухне и возвели дополнительную перегородку. В зоне гостиной из гипсокартона будут полки и стеллаж. Сейчас мы научимся это делать. Изготовление гипсокартонной мебели состоит из нескольких этапов. Вначале, конечно, нужно сделать чертеж будущего шкафа. Нам повезло, его сделал дизайнер. Ну и вы сможете легко нарисовать мебель, которая подходит именно вам. Далее по чертежу делаем разметку по полу, потолку и базовой стене, отличаем расположение всех стоечных профилей. Теперь очередь металлических направляющих. Это каркас будущего шкафа. Его мы присоединяем к стенам и полу с помощью дюбелей. В направляющие вставляются стоечные профили. Крепеж производится саморезами по металлу. Если нагрузка на стеллаж будет большой, вы можете укрепить профили деревянными брусками, либо вообще вместо металлических направляющих использовать дерево или кирпич. А если вы хотите, чтобы ваш шкаф был с подсветкой, не забудьте на этом этапе проложить провода. Следующий шаг – обшивка каркаса гипсокартоном. Листы монтируются с помощью саморезов с шагом не больше 25 сантиметров. Головки шурупов должны быть утоплены в лист на глубину 1 миллиметр. И главное – листы гипсокартона должны не доходить до пола и потолка примерно на 7 миллиметров. Иначе при повышении влажности ваш шкаф деформируется. Все полки нашего стеллажа будут сделаны из гипсокартона. Но вы можете поэкспериментировать. Используйте стекло или дерево. Обшиваем конструкцию со всех сторон. Итак, шкаф почти готов. Лепота! Теперь нам осталось подготовить все стены для финишного покрытия. У нас получилось много углов. И чтобы они были идеально ровными и не разрушались, лучше использовать металлические уголки или штукатурную сетку. Затем покрываем стены грунтовкой и заделываем швы гипсовой штукатуркой с применением армирующей ленты. Точно так же обрабатываем швы нашего стеллажа. Особое внимание уделяем внешним углам. Теперь покрываем все стены слоем шпатлевки. Впереди финишное покрытие. Стены и гипсокартонный стеллаж мы покрасим, но это чуть позже. А пока отправляемся в арт-бюро, чтобы сделать люстру в стиле 60-х. Для нее избавиться нам потребуется вот такое устройство. Аккуратными движениями мы вытаскиваем, выгоняем, так сказать, воду. У нас есть лишняя пленка, которую мы с помощью обычного макетного ножа легко удаляем. Вот теперь, когда мы приклеили задний фон к нашему изображению, она стала таким, каким мы его и планировали. И теперь, я думаю, самое время его уже приклеить. Я предлагаю воспользоваться специальными приспособлениями для переноски стекла. Наш фартук готов. Что скажешь, Алексей? Мне кажется, получилось очень хорошо. Продолжение следует... Я думаю, что натуральные материалы – это что-то устаревшее. И будущее за новинками химии. Пластиковыми бусами мы украшаем светильник и портьеры над дверью. Кстати, именно в 1967 году в России в продаже появились первые цветные телевизоры. Дизайн, конечно, был другой. Да и программ меньше. Стеллаж, который мы сделали из гипсокартона, очень вместительный. Хозяйка сама заполнит его. От нас лишь несколько сувениров. Стол и стулья тоже в стиле 60-х. Стол раскладной. Для интерьеров того периода характерны геометрические узоры, причем разные фигуры легко сочетаются. Стены у нас полосатые, а вот для текстиля мы выбрали другой рисунок, как бы объединяющий круги и полосы. Из такой же ткани – это, кстати, лен – сшиты и наволочки для диванных подушек. Кресла тогда в моде были тоже круглые, как бы космические. На стены мы вешаем дизайнерские тарелки. Они сделаны в виде пуговиц. Если вы такие не найдете, можете повесить виниловые пластинки. Это тоже модно. И в стиле 60-х. В качестве подсветки мы использовали светодиодную ленту. Обратите внимание, вся обстановка выглядит невесомой. В 60-е в моде был космос. Тогда считалось, что мебели должно быть мало. Больше всего ценилось свободное пространство. Столовая получилась не такая уж и огромная. Примерно 25 метров. Но благодаря легкой мебели и встроенным стеллажам, она кажется больше, чем есть на самом деле. Далее в идеальном ремонте. Ай, блин! Егор, заходите. Да ладно! Сегодня мы делаем ремонт для Екатерины Мильник, ее сына Егора и ее родителей, которые очень часто приходят к Кате в гости. Мы выбрали стиль 60-х годов, а кухню решили объединить с комнатой. Илёш, какое удивительное ощущение свежести. Знаешь, как будто зеленое яблоко укусил, как летом бывает, такое крепкое яблоко. Все очень-очень зеленое и яркое. Мне так нравится? Мне этот эффект тоже очень понравился. Я даже сам не ожидал такого, что будет именно вот так. Мы убрали простенок между кухней и комнатой. У нас два окна работают, наполняя светом это помещение, и оно стало больше. Здесь реально можно, я не знаю, здесь можно полп солдат провести. Да мне сегодня хочется танцевать. Еще место останется. В такой комнате хочется танцевать. А помните, как это все выглядело до того? Да невозможно. У нас есть большое пространство, которое мы заполнили самыми нужными, необходимыми предметами, не перегружая его. У нас есть шкаф, где может все храниться. Да, пусть все убирают. Абсолютно. У нас есть мебель, которую мы сделали своими руками. А вот это из гипсокартона мебель, который каждый придет, в принципе, сам. И здесь у нас умещается, ну что есть в любой семье? Это книжки, диски, я не знаю, все что угодно, вазочки. Да когда что хотят, то и поставят. Абсолютно. Так же, как вот эта чудесная полка. А знаете, какие пуговицы? Тарелки-пуговицы, отличные, отличные. Это пуговицы, классные, отличные. Я вот, когда их увидел, понял, Их место именно здесь. Потому что это такая легкость, это такие, это даже не ретро, это на самом деле сейчас крайне модно. Мне так нравится это кресло, глянь. Это наш акцент. Он вам очень подходит. Да я бы жила бы здесь, но это для наших героев. Наша кухня, она абсолютно в цвет. Зеленое яблоко. Это зеленое яблоко, она, кстати, так и называется. Это зеленое яблоко и белый цвет чистоты. Я все смотрю на этот фартук над кухней, где написано винтаж, да, вот то, что вот винтажные вещи. Как это сейчас опять модно? Как теперь моден такой... Аж какая картинка изображена на нем. Очень красиво. И тот самый эффект, да, это наш стеклянный фартук, который легко моется и абсолютно... Это я даже попробую себя дома сама сделать. Мне кажется, очень хорошо. Главное, ощущение простора, которого здесь не было никогда, свежести невероятной. Все так. Лето. И потолок натяжной, который немножко увеличивает пространство. На нем отражается еще одна комната, которая выше. Нет, а это дискотека, которая идет вот так вот просто по краю. Да, это цвет, который можно включать разными цветами в зависимости от настроения. Он управляется пультом? Да, он управляется с пульта, можно включить любой цвет. Илюш, все, знаешь, вот сейчас уже, езжу наших героев. Давай пока ничего не менять. Пусть эта дискотека играет, пусть они зайдут. Да, пускай они обалдеют. Я так надеюсь, что ощущение фруктовой свежести, которым дышит этот интерьер, понравится нашим героям. И, кстати, они уже стоят за дверью. Давайте их пригласим. Заходите, Катя, заходите. Ой, блин! Егор, заходите. Как красотенька! Ой, как хорошо! Мам, ты какая люстра! А я вам принес котенка. Ой, спасибо! Мам, ты мне не знал, смотри, какой котеночке! Какая красотенька! Блин, как волосно! Это вообще наша квартира, нет? Давайте я вам все расскажу. Самое главное, что здесь произошло, это перепланировка. Катя, спокойно. Я в шоке вообще! Держите, какие-нибудь... У меня просто... Вот, у меня сейчас голова сорвется. Правда, я счастлива, правда, Наташа. Как вы поняли, самое главное здесь перепланировка. Теперь у вас ванная, как я была там, но это большая комната, студия, кухня открытая. Вы можете сидеть всей семьей. Это не то, что крошечный закуток. И все это, вот, весь этот интерьер сделан освещением летнего зеленого свежего яблока. Или я делала так, чтобы вам здесь было весело, легко и свободно. Обратите внимание на эти чудесные светильники, сделанные им вручную. На вот это... Меняется. На потолок, который меняется. Свещение, вы можете его регулировать. А как у потолок-то? Потолок меняется в течение нескольких секунд, но вы можете зафиксировать пультом, чтобы он был именно в тот цвет, который вам нужен. Так, как вы захотите. Класс! А это что, Наташа? Это декоративные тарелки, которые очень совпадают со стилем этого интерьера. У меня вот прям, вот, смотрите, уже руки даже трясутся от эмоций. Обратите внимание, что ваш стол можно сделать, убрав крылья вниз маленьким, если вы хотите вдвоем только завтракать. Его можно раздавить.